здравствуйте самые лучшие зрители меня зовут полина век живи век учись и наконец-то я научилась сразу же использовать всю мелочевку которая остается по завершению больших проектов и не хранить ее по углам поэтому решено из остатков холста прошивного полотна как можем выкраиваем квадраты 17 на 17 сантиметров чтобы не было ненужной пестроты и цыганщины которую так не любит в лоскутных изделиях все цветные тряпочки собираем в отдельные кучки по цветам работу начнем со всех оттенков красного и розового ничего специально не выкраиваем работаем с тем что есть в центр укладываем кусочек самой насыщенной окраской на него накладываем другой лоскутик прошиваем по краю потом отгибаем и закрепляем строчкой так постепенно шаг за шагом заполняем всю основу если у вас очень много мелких кусочков то можно их отдельно соединить в длинные полоски а уже потом пришивать к слове кусочки основы у нас не очень большие специально по цвету ничего не подбираем но конечно следим за тем чтобы ткани с одинаковым рисунком не лежали рядом так мы собираем заготовки зеленые потом голубые так что мы собираем заготовки 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 а можно сделать и веселый разноцветный блок собрать в нем все остатки от остатков когда все лоскутки пристроены нашита на холстопрошивное полотно надо заготовки тщательно проутюжить с паром обмерить и подровнять холстопрошивное полотно продается в хозяйственных магазинах под названием тряпка для пола это чистый хлопок такие прихватки жароустойчивые крепкие и долговечные заготовки получились очень веселые и жизнерадостные вы же знаете что в своих видео я предлагаю самые простые и легкие способы работы многих рукодельниц пугает обработка края косой бейкой будем шить легким и остроумным способом для обратной стороны прихватки возьмем квадрат размером 23 на 23 сантиметра у меня это натуральные ткани полулен и фланель от каждого угла отложим по 5 сантиметров соединим эти точки и срежем получившиеся углы а дальше к длинным сторонам с лицевой стороны получившегося восьмиугольника приложим и пришьем сложенную вдвое полоску ткани шириной 3 сантиметра и длиной около 20 сантиметров эти полоски отогнем и проутюжим а теперь как говорится хитрый финт ушами заготовки складываем по диагонали и прошиваем все углы шов на ширину лапки обязательно в один из углов вшейте петельку потом остается только отрезать лишнюю ткань и вывернуть углы и получаются замечательные конвертики рамки все стороны тщательно подтягиваем расправляем и проутюживаем а теперь в каждую рамку вставим свою картинку заготовки у нас разного цвета рамки тоже вот и развлекаемся как можем я всегда говорю что у каждой женщины в доме должна быть своя комната и пусть она там развлекается как может хоть борщ варит хоть пироги печет а надоест так может и посуду помыть и пол и шторы постирать так что девочки развлекайтесь и ни в чем себе не отказывайте это темная рамка визуально собирает все лоскутики и мы видим только цветовое пятно красное голубое зеленое и остается самое простое мы пришиваем эту рамку прокладываем две строчки следите за тем чтобы внутренняя часть не выпало ее можно зацепить булавочками ну что красота яркие красивые жаропрочные кухонные прихватки ими можно спокойно пользоваться они не будут плавиться от горячей температуры как магазинные и такие красивые прихватки могут послужить и подставкой под горячие кружки и самое хорошее что сейчас все мелкие лоскутки нашли свое место и еще послужат всем желаю творческого вдохновения и приятного рукоделия заходите почаще на канале есть много интересного с вами была полина всем пока пока и до скорых встреч